Девчонки, мальчишки Дядюшка Буха, живой Не из книжки Это мой дом Чудеса в нем живут Знания разные Прячутся тут Очень люблю я покой И тишину Ой, что там за шум Что-то я не пойму О, мухты-барахты Ой, плюшки-матрушки Ой, и сон И аппетит Как рукой сняло И что это было И кто посмел похитить Мой чупа-чупс Так Будем рассуждать логически Вместо кляпа Бандиты Использовали булочку Ммм А где вкусную Очень вкусную булочку А где пекутся Самые вкусные булочки Правильно В школьных столовых Значит Бандитами Могли быть Повара В школьной столовой Хотя нет Что-то не Тут не выходит Я не думаю Что повара Любят скакать Через Скакалку А скакалка Есть Это факт Выходит Что похитителями Могли быть Любые Из учеников Или учениц Мм Какая все-таки Вкусная булочка Да есть Меня попросили Да за такую булочку Я бы Сам отдал Все чупа-чупсы На свете Мм Привет, дядюшка Бух Привет, привет Это вы Проходите Ты не спишь? Это радует Как сегодня будем играть? Не дай игр мне сегодня У меня Одна мысль Мучает А вот скакалка есть Знаете, попрыгайте Обожаю прыгать Через скакалку Скакалку Ой, что-то живот болит И устала На, Дань Теперь твоя очередь прыгать Скакалка Булочка Смех Нет, я тоже прыгать не хочу Держи, Бух Скакалку Стоять А почему у тебя руки липкие? А у тебя живот болит От сладкого Так это были вы Эх, как же вам не стыдно Казнить нельзя помиловать? А? Где запятая? А? Стыдно вам, да? Согласна Мы поступили очень плохо Прости нас, дядюшка Бух Мы просто в жизни Такого чепачонца не видели Пожалуйста, не злись Вот, держи булочку Ой Хе-хе Вот Вот только вот эта булочка Спасла вас От страшного наказания Самого великого волшебника Я уж хотел вас В холодную пещеру Барахнуть Ну, так уж и быть Не стану Эх Гуляйте на здоровье Бах-бух Плюх Ватрух Теперь у меня две булочки есть О, привет, Соня Привет Чем занимаешься? Плету браслеты из резинок О, я тоже обожаю делать такие браслеты Это сейчас так модно А я вообще ни разу не пробовал Давай мы тебя научим Давай Нам понадобится очень много маленьких резинчиков А где их взять? Можно купить в магазине Или заказать по интернету Еще нам понадобятся ручки Держи Мы берем одну резиночку любого цвета И надеваем ее восьмеркой Теперь берем еще две резинки И накидываем их сверху Получается? Наверное Теперь самое важное Снимаем нижние петли И продеваем их между ручками И так будем делать много-много раз Новую резинку надеваем И нижние петли снимаем А я делаю браслеты другим способом На станке Накладываем резинки друг на дружку зигзагом Теперь с помощью крючка мы будем вязать Да, и смотри какой у меня уже длинный шнурок получился Мне осталось его закончить и закрепить Голубые резинки мы снимаем А к сирене мы цепляем крючок Соединяем браслет Вот и готово Браслет почти готов Его только осталось снять со станка И одеть крючок Теперь у каждого из нас есть по браслету Нравится? Очень Я такие браслеты всем знакомым делаю Спасибо вам, Соня Ну и пожалуй я еще желание загадаю Привет, дядюшка Бух О, привет Вы как раз вовремя присаживайтесь Сейчас играть будем Так Что за карточки? Игра называется Верю-не верю На карточках написаны разные профессии Очень интересные и даже смешные Нужно угадать Какие профессии существуют на самом деле Вот Соня Давай Ты начинай Итак Дегустатор кормов для собак и кошек Лично я бы не стала есть еду для животных Я думаю, что такой профессии нет А правильный ответ Написан на обратной стороне Ну Соня Ты ошибаешься Читай Такая профессия действительно существует Сами домашние любимцы по понятным причинам о своих впечатлениях рассказать не могут А написать на пакете в рекламном ролике надо красиво Вот и приходится пробовать Теперь Теперь Саша Твоя очередь Переворачиватель пингвинов Звучит, конечно, глупо Но я думаю, что такая профессия есть Я угадал Этих пернатых очень привлекают аэродромы Они завораженно наблюдают, как взлетают самолеты Высоко подняв головы В результате птицы опрокидываются Сами встать они не могут Вот их и приходится переворачивать Мух, какая у тебя познавательная игра? Где ты эти карточки купил? А, эти карточки просто так нигде не купить Я их вырезал в свежем номере журнала Егаза Вот он Там много чего интересного всегда можно найти Кстати, вот Дарю расписанию урок Мне оно уже не надо А вам может пригодиться Продолжаем игру Соня Твоя очередь Выбирай Шаржист Я думаю, что такая профессия есть Возможно, это тот человек Который надувает воздушные шарики Ты права Только наполовину Такая профессия действительно есть Только чем занимается шаржист? Спросите у нее сами Потому что сейчас я барахну в гости Или митургай Бах, бух, плюх, ватрух Здравствуйте Здравствуйте Мы знаем, что вы шаржист И мы предположили, что шаржисты надувают воздушные шарики Но кажется, это не так Да, это не так Сейчас я добавлю еще одно слово И вам станет понятнее Я художник-шаржист Значит, вы что-то рисуете? Да, конечно Я рисую шаржи Шаржи – это добродушно-юмористические портреты И сейчас я вам хочу показать свои работы А почему на шаржах у людей большая голова? Потому что лицо человека – это самое главное Художники пытаются подметить индивидуальные особенности лица человека Если у человека большой нос, мы рисуем его еще больше Если у человека оттопыренные ушки, мы рисуем как будто бы ушки у чебурашки Шаржи – они добрые Они вызывают у людей улыбку И поэтому нас часто приглашают на разные праздники Например, на свадьбы, на юбилеи Чтобы у людей поднималось настроение А люди не обижаются, когда видят себя такими? Нет, конечно нет Люди, которые соглашаются на шарж У них все в порядке с чувством юмора Однажды у меня произошел забавный случай Это было на детском празднике Я рисовала одну девочку, Пашу Ровесницу И пока я ее рисовала, у нее выпал передний зуб И мы это сразу же зарисовали И у меня получился шарж без одного переднего зуба Эта девочка вырастет и будет вспоминать этот день всю свою жизнь, я надеюсь А вы можете кого-нибудь из нас нарисовать? Да, конечно Давай вот тебя и нарисуем Сонь, у тебя классическая овальная форма лица Немножко даже треугольная Задаем макушку, задаем примерно где у нас будет подбородочек Показываем форму лица Художнику очень важно видеть все одновременно И стараться везде одновременно прорисовывать все части У тебя очень выразительная часть на лице Это твои очки Очень модные, классные такие очки Вот мы тебе сейчас их тоже наметим А вы вообще листник художника? Конечно Для того, чтобы уметь рисовать шаржи Нужно обязательно пройти классическую школу Получить как минимум высшее образование Я заканчивала и художественную школу И училище с художественным уклоном И университет Просто так шаржи, конечно, рисовать не получится Потому что это только кажется, что легко рисуется На самом деле быть художником-шаржистом гораздо сложнее, чем просто обычным художником И очень важна постоянная практика Нужно постоянно рисовать, рисовать Обычно шаржисты рисуют простым карандашом Я сама предпочитаю рисовать цветными акварельными карандашами Потому что потом, когда мы добавляем воду Эти карандаши дают очень красивые переливы цветов Красивый румянец на щечках Я вам даже сейчас покажу, как это выглядит Заливаем водой И у нас получается такой красивый, акварельный, глубокий, сочный, яркий цвет Ну все, Сонь, принимай работу Нравится? Очень здорово На стенку в комнате повешу Держи Вот вы рисуете шаржи А на вас когда-нибудь шарж делали? Нет, никогда А можно мы попробуем? Попробуйте, конечно Элимби, это вам на память о программе «Бухты-барахты» Нам с вами было очень интересно Большое вам спасибо Сохраню на память о вашей передаче До свидания, ребята Всем привет! Соня, ты не представляешь, я просто в шоке Что случилось? Посмотрите, что на белом свете творится Просто караул Листья вовсю желтеют Так, это зима недалеко Надо с этой осенью что-то делать Что-то Эх, вот интересно А если все опавшие листья Убрать землю и спрятать? Лет вернется? Мне кажется, что лето вернется Если все опавшие листья земли поднять И обратно к деревьям приклеить Это же сколько клея надо И краски зеленой Ведь желтые листья надо будет еще и перекрасить Ну и перекрасим Желтые все равно не в воде Думаешь, мы справимся? Вон, Саш, помощники возьмем Что-то он какой-то неживой Сидит Не двигается Саша Ты меня слышишь? Ты почему не моргаешь? И йогурт свой не пьешь Потому что он еще не загрузился до конца Так как? Видишь, 15% написано А я жду, пока будет 100% Все, все Сейчас меня хватит Это была последняя капля Товарищи дети Мало того, что вы тут шумите Спать не мешаете Так вы еще и глупости разные говорите Вот кто? Скажите мне, кто вешает опавшие листья А брат на деревьях? Ой Да и так же с осенью не борись Она все равно наступит Это закон Причем закон природы Успокойся, Бух Просто нас взрослые учат мыслить креативно И придумывать необычные идеи Вот мы и фантазируем А с тобой, Александр Отдельный разговор Ты что, целыми днями за компьютером сидишь? Совсем из реальности выплыл Если путаешь процесс загрузки файлов С жирностью молочных продуктов Ой, спасибо 15% йогурт Самый вкусный На мой волшебный день Нам так много уроков задают Да еще и кружки каждый день Иногда мозг действительно зависает Ну, вот что Хорошие мои Так нельзя Это что ж с вами К концу учебного года станет? Надо больше отдыхать Встречаться с друзьями С близкими Вот ты, Саша Когда последний раз В гостях у дедушки был? Не помню Запомните Раз и навсегда Семья гораздо важнее Чем учеба Или работа А ну-ка Приготовились к телепортации Бах Бух Плюх Ватрух А йогурт-то не допил Дядюшка Бух Какой молодец К моему деду меня телепортировал Саша А ты что тут делаешь? Да Просто соскучился А что у тебя нового? Вижу, твоя коллекция парусников пополняется Ты не считал, сколько у тебя экспонатов? Ты знаешь, трудно сосчитать Очень много Я даже не знаю Наверное, больше 150 Будет у тебя время? Сосчитай, хорошо? Мне больше всего нравится вот этот парусник Давай посмотрим поближе Так Вот увидишь, какой парусник получился Вот все это, Саша, сделано своими руками В верхней части А принесли мне только сломанный корпус Мне дороже всего те парусники, которые были в самом начале коллекции Тут даже вот есть Цена 15 рублей Представляешь? А сейчас все парусники приводят Все они какие-то похожи друг на друга Все они, в общем-то, китайские Но у меня с каждым парусником что-нибудь связано Вот, например, вот этот парусник Это твои родители подарили нам с бабушками в 25-летие на свадьбу А вот эти часы тоже твои родители подарили Что мы стоим? Пойдем чай, что ли, попьем? Пошли А как у тебя вообще дела в школе? Да, уроков, конечно, много Но недавно я познакомился с одним волшебником И жить стало гораздо веселее Ну давай, хозяйничай Саша, а ты не хочешь сам заняться коллекционерами каким-нибудь? Ведь это очень увлекательно, полезно Вот у меня знаешь, что есть? Вот ты, между прочим, этого не видел Набор значков Это корабли-переоткрыватели Российские Тут каждый корабль В каком году, что открыл И год даже есть Вот если ты увлечешься этой темой Ты очень станешь эвадированным Понимаешь? Это тебе пригодится и для рефератов в школе Вот есть еще такие вот Правда, это не парусники А просто корабли военные Тоже каждый корабль Название Дата Ты понял? Я понял, что ты про парусники можешь часами рассказывать У тебя даже на полотенце парусники И на холодильнике А, кстати, знаешь историю этого парусника? Когда мы его покупали В общем-то, лет 15 назад Водитель поцарапал мне его вот внизу Вот я смотрел, смотрел, чем заделать И решил нарисовать картинку Вроде ничего получилось А почему ты стал именно парусники собирать? Ну, знаешь, все началось очень давно Когда я пришел в эту квартиру Познакомились мы когда с бабушкой У нее все стены были увешаны картинами На морские мотивы Даже в коридоре Ты видел у нас картины, да? Вот И было всего два парусника И когда мы с ней поженились Стали путешествовать И каждый раз старались Что-нибудь привезти И все это каждый раз Потом напоминало Где мы побывали Как отдохнули А у нее началось это Например, когда она подростка Прочитала «Алая пауса» Это ей очень книга Очень понравилась И зря-то до сих пор ее не прочитал Вот с этого у нее началось Сбор своей коллекции Но я продолжил Потому что как-то все это Мне тоже близко было Я тоже люблю У него море Даже у меня есть разряд Первый по подводному спорту Вот так мы и стали Собирателями коллекции А когда бабушки не встал Я сам просто стал Продолжать коллекцию Ну сейчас видишь Квартира-то у нас Не больно большая Ставить в общем-то некуда И вешать некуда А если ты продолжишь Мою коллекцию Вырастешь Большая у тебя квартира будет Тогда можешь и дальше собирать Хочешь? Конечно Я, кстати, недавно видел Парусник в магазине А сейчас Да, ваша ротка есть Так, куда это мы попали? Этот дом мне не знаком Друзей у меня здесь нет А у меня есть Диана, привет! О, привет! Даша, это Диана Мы с ней вместе ходили В телестудии у Кучи Мала Приятно познакомиться Куда ты идешь? Я иду проведать Снупи Пойдемте вместе А Снупи это кто? Снупи это кот Но не совсем обычный Это кот-мутант У него два носа И усов больше, чем у обыкновенного кота Летом я проводила Журналистское расследование Выясняла, есть ли у таких животных Право на жизнь Я познакомилась с девочкой Настей Которая спасла маленького котенка от хулиганов Мальчишки обзывали его уродом и хотели убить А Настя принесла его домой А потом для Снупи нашли хозяина Сейчас он живет у Татьяны Туда мы и идем Здравствуйте, девочки Здравствуйте Как у нас проживает Снупи? Мы гостинцев принесли Ой, спасибо А вот и наш герой Проходите А сколько Снупи лет? Он еще молодой Ему скорогодик Татьяна, расскажите А почему вы решили взять такого кота? Дело в том, что весной мы пошли с детьми на выставку кошек И там наше внимание сразу привлек уголок Общества защиты животных Усатый-полосатый Где котов не продавали А отдавали в хорошие руки И мы решили среди всех выбрать самого жалкенького Которого никто бы больше не захотел брать И вот мы увидели такого двухносого кота Я просунула к нему в клетку палец, чтобы погладить его Он меня сразу укусил и поцарапал И мы решили сразу, что это наш кот Дома мы его обычно зовем на русский лад Снупик Потому что он рыжего цвета и похож на Снуп пшеница А кроме внешности Снупик чем-нибудь отличается от обычных кошек По-моему, он как обычная кошка Веселый и озорной А мне кажется, он прямо даже очень озорной по сравнению с обычными кошками А еще он у нас вечно влипает в какие-нибудь истории Например, однажды мы собирались на дачу и уже почти все ушли из дома Когда муж услышал, что вроде в холодильнике кто-то скребется Решил проверить, открыл морозильник, а там бедный замерзший сидел Снупик Как он успел забраться, наверное, когда кто-то мясо доставал Он туда незаметно запрыгнул Да так там и остался Или в другой раз дочка была одна дома И вдруг услышала из кухни звук разбивающейся банки Она прибежала, видит банка разбита И пока она подметала осколки Откуда ни возьмись, выбегает Снупик с баночным ошейником на горле Весь такой вот разбитый Оказывается, он полез в банку за водой, когда захотел пить Но банка перетянула и разбилась А у него такой ошейник остался А еще он лапой застрял в столе однажды Ну, в общем, постоянно с ним что-нибудь Игра в него? Да, орал на лист И один раз он в стиральную машину залез А как Снупик любит играть? Он вот так играет Вот он залезает под занавеску и прячется там А когда кто-нибудь проходит, выбегает и напрыгивает на его ногу Один раз я, он спрятался под диваном в зимовом саду Он выскочил и на меня напрыгнул ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот какие у него крутые Молодец, не хватит Диана, ты начала рассказывать про свое расследование Что тебе удалось узнать? Я спрашивала у многих школьников Надо ли убивать животных мутантов Те, кто отвечал «да», я им показывала фотографии с Снупик И все сразу же меняли свое мнение Мы всегда боимся чего-то необычного, неизвестного Но не любить животное только за то, что оно не такое, как все Это преступление Все имеют право на жизнь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты, барахты! Плюшки-ватрушки! Вот и исчезли друзья и подружки Много, ребята, смогли вы узнать? Ну, что же, до встречи А я иду спать Эй? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин